Тихо держите Тихо держите Тихо держите Тихо держите Тихо держите Стоит пищевая. А, шерсть и череп. Говорят, нельзя пробовать. Да, да. Говорят, вот эта вода святая. У меня и не видно. Цена экскурсии составляет 500 рублей на человека и плюс парковка 200 рублей и разрешение на фотосъемку 50 рублей. Первый момент был то, что посадили в маленький поезд. Ехали примерно 8-9 минут. Да, первая локация. А, 800 метров, то есть. Сейчас пришли на вторую локацию. Всего залов 9, но открыто только 6. так и за что, это число 3-4 на коэффициенте суток. Это число 4-4 на коэффициенте и суток. Вопросы защищены... Для наглядности скажу, площадь этого зала свыше 10 тысяч квадратных метров. Зал значительно воронок, пустов, шахт, провалов, пещер, одной из которых является и наша Наафонская. В середине этого зала здесь перед вами огромное кальцитовое сооружение «Белая гора», на которую иногда падает вода из-за отверстия, которая расположена над горой. С потолка там же свешиваются гирлянды сталактита. Высота «Белой горы» от 5 до 15 метров, в окружности 30-40. По подсчетам стилюлогов, эта «Белая гора» растет в год только. Так, надо спускаться осторожно. Здесь очень скользко, очень прям скользко. Идем, что теперь. Вода все капает, капает. Но при нас пока ничего нигде не упало. Так что вот, у нас потолка капает так. Скорее всего, эта серия получится очень-очень-очень большая. Вот там проход, арка. Про нее нам расскажет через несколько минут. Продолжение следует... Везде видеонаблюдение здесь, везде. Только что была мини-остановка для отдыха. Субтитры делал DimaTorzok Поняла? Отключаю. Итак, уважаемые, осмотрели два зала. Анагаби, Махаджиров. Сейчас мы находимся в третьем зале Нарта. Название зала взято из народного эпоса Нарты. Войны богатыря, которые борются против великанов и иноземных захватчиков. В конце этого зала вы видите священную воронку. Эта воронка заполняется водой. При обильных осадках образуется озеро. Обратите внимание на освещенную часть стены. Она делится на две части. Темная и более светлая. Когда на поверхности обильной продолжительной дожди уровень воды поднимался до белой полосы. Затапливалась и эта смотровая площадка, где мы сейчас с вами стоим. Но были случаи, что затапливались все три зала. Но в настоящее время в трех залах подведены водоотводные штоны, через которые вода вытекает наружу. Одну штон вы, наверное, видели, проходя по мосту с левой стороны. Я имею в виду бетонную арку. По ходу нашей экскурсии, когда вы шли по мосту, наверное, обратили все внимание. Бетонная арка – один из рукавов водоотводных штонов. В настоящее время внизу, на дне этой котловины, имеется озеро. Но мы не видим из-за очень низкого уровня воды. И в районе этого озера во время исследования пещеры спелеологи обнаружили огромное количество редкого вида жуков, так называемых жужелицы, которые крайне редко встречаются в пещерах на территории бывшего Советского Союза. В пещерах встречаются моллюски, мокрыцы, лжо-скорпион красовато-коричневого цвета, мухи-лимони, на день залетают ночные бабочки-совки. На территории нашей страны известно 500 видов пещерных животных. Из них 200 – типичные пещерные обитатели. Типичные пещерные обитатели лишены глаз. Обитая глубоко в пещерах тысячелетиями, они давно отвыкли от привычки рассматривать свой объект. Смотри, не смотри, все равно не видно. Темно. Рыбьям фибий в пещерах неизвестно, но они могут быть занесены потоком воды. Здесь они не размножаются, теряют зрение и через определенное время погибают. Характерен для Кавказа длинноуса Кузнеча, которому усики заменяют органы зрения. Также большой интерес представляют всем известные хозяева пещеры – летучие мыши. Летучие мыши зиму проводят в глубоком сне, повиснув на потолке пещеры. Нужно сказать, уважаемые гости, летучие мыши могут спать в пещерах при температуре не ниже 2 градусов тепла, а у нас температура в пещере 12-14. Так вот, рано весной просыпаются, покидают пещеру самки, а через месяц самцы. Замечательным свойством летучих мышей является способность в виде в темноте. Это способность основывая лови для произрастания растительности. Еще до ввода в нашей пещере в эксплуатацию, здесь можно было встретить бесцветные растения – альбиносы. Но с появлением человека, света, здесь начался бурный рост зеленой растительности. То есть стали произрастать мхи, лишайники, папоротники. Зеленая растительность – это главное зло для нашей пещеры. Да не только для нашей пещеры, а для всех посещаемых пещер. Почему? Потому что эта растительность способна разъедать и разрушать породу. И вот несколько лет тому назад, по совету специалистов, кто сохранил пещеру, мы отказались от главного фактора, то есть от теплого цветного освещения. Что мы сделали? Частично мы перешли на холодное. Но при этом пещера оказалась в полумраке. Конечно, нашим посетителям хочется больше света, яркости, а нам нужно сохранить пещеру. Вьетнамфонская пещера – это уникальная память природы. Вьетнамфонская пещера – это уникальная пещера. Субтитры делал DimaTorzok 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 Держите за перёд Держите за перёдом DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok